Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но официальных данных по этому поводу не было. Закончил академию свою, получил звание, попал на Рафаимовск и оттуда уже на Украину. Военный врач Мурат Карабашев был пойман, когда пытался вывести раненых из-под огня. Провёл в плену 15 дней. Освободить его удалось при непосредственном участии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Когда Мурат попал в плен, об этом, конечно, все писали, все неравнодушные люди. И глава Чеченской республики Рамзанов, мальчик Адыров, мне поручил заняться этим вопросом. Мы, соответственно, со всеми службами провели всю необходимую работу, чтобы парни первые включили в списки для обмена. И, соответственно, также по своим каналам связались с той стороной. И, зная, что он раненый, мы сделали всё, чтобы он скорейшим образом вернулся домой к своим родным. Очень приятное событие. Я здесь нахожусь по поручению Рашида Борисбевича. Он попросил поблагодарить, в первую очередь, Рамзана Ахматовича за то, что мы имеем возможность сегодня встречать нашего парня. Вся республика очень переживала за него. Семья Карабашевых родом из Карачао-Черкесии. Сам Мурат – уроженец Кисловодска. После обмена пленными с украинской стороной был доставлен в Луганский госпиталь. И вот теперь вернулся домой. К родным. Артур Махце, Вести, Карачао-Черкесия. На постоянной основе осуществляется имущественное и материально-техническое обеспечение граждан, призванных по частичной мобилизации и наших военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Мероприятие по укомплектованию наших военнослужащих осуществляется на постоянной основе и является приоритетной для всех органов власти. Создан штаб, в рамках деятельности которого осуществляется поддержка военнослужащих и членов их семей. Решаются оперативно вопросы социального и медицинского обслуживания. Ощуществляется юридическая и психологическая помощь. Работа в данном правлении будет в обязательном порядке продолжена. Данные автомобили, переданные нам правительством Карачао-Черкесской республики, они отправляются в зону СОО для помощи нашим ребятам, для более маневренных действий во время проведения каких-то особо специальных операций. И мы очень благодарны республике. Эти машины сослужат огромную службу. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ветер восточный 4-9 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 2,7, в горах минус 3, плюс 2. А днем 12-17 градусов тепла и местами до плюс 11. В Черкесии без существенных осадков ветер восточный 4-9 метров в секунду. А днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 4,6, а днем 15-17 градусов тепла. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли, острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00 Продолжаем выпуск. Делегация черкесской диаспоры из Турции посетила Карачаево-Черкесию. В поездке по исторической родине гостей сопровождали представителя ДГХСа Черкесский парламент республики. Подробнее о встрече соплеменников Фатима Даурова. Это первые шаги потомков адыгских махаджиров на исторической родине своих предков. Тут их встречают представители администрации Хабетского района, жители аула Либердуковский и дети, ученики однокласса Хабетской средней школы. Встреча на знаковом месте, где расположен исторический комплекс, памятник жертвам Кавказской войны. И здесь же памятная фотография на фоне черкесского символа, объединяющего адыгов всего мира, 12 звезд и трех скрещенных стрел. Они сегодня едут, ну у них по программе в Кабардино-Балкарию, тоже встреча там с главой республики. И решили заодно заехать по пути в нашу республику, посмотреть вот этот памятник, который все знают, все адыги мира. И решили навестить нашу республику. Мы, конечно же, их встречаем, работа хассы, встречаем, провожаем любых наших братьев, которые сюда приезжают с большим удовольствием. Памятник жертвам Кавказской войны в ауле Либердуковский уникальный в своем роде. Он появился первым в стране. Жители аула хорошо помнят, как однажды ночью 1989 года на единственном холме на окраине села появился небольшой камень-валун в память погибшим черкесам в Столетней войне. И вот сегодня потомки тех, кто волею судеб оказался на чужбине, возлагают цветы к подножию мраморного памятника в честь своих предков. Мы ездим друг к другу, обмениваемся и опытом, и многие родственники друг друга нашли со времен 90-х годов, когда стало возможным вообще посещать наши страны. Сейчас очень многие общаются друг с другом, и культурный обмен, и наши ансамбли выезжают, артисты выступают и в Турции, и сюда они, очень много делегаций приезжают. Мы и молодых, и взрослых постоянно встречаем. Честно говоря, больше приезжают в Майкоп и в Нальчик, но в последнее время и к нам начали приезжать. Знакомство продолжилось в выставочном комплексе Музея адыгской истории, где житель аула Либердуковский и заодно один из хранителей музея, Аслан Хутов, рассказал гостям о представленных экспонатах, этнографической и археологической коллекциях, фрагментах исторических карт расселения адыгского народа, фотографиях, рисунках, газетах и документах. Гости с интересом слушали рассказчика, перебивая только тогда, когда возникали интересующие вопросы. Предки Ешара Хохандука родом из селения Хохандуковский, как в старину называли нынешний Алибердуковский. Ему особенно отрадно находиться на земле праотцов. «Куда бы нас не разбросала судьба, где бы мы не находились сейчас, мы всегда оставались и продолжаем быть адыгами. Мы сохранили кодекс Адыги Хабзе – наши традиции и обычаи, культуру и быт. И каждый из нас всем сердцем стремится посетить свою историческую родину. В следующий раз я обязательно приеду со своей семьёй, чтобы они своими глазами увидели родную землю». Ученики этнокласса Хабецкой средней школы прочитали гостям стихи на родном языке, рассказали о своей малой родине. Дети оказались заинтересованы гостями черкесского зарубежья, задавали вопросы, сравнивали звучание разных диалектов и говоров адыгского языка. Современное поколение единого народа, живущего на разных берегах Чёрного моря, даже спустя столько лет понимают друг друга с полуслова. Фатима Даурова, Муминат Ешерова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня православные отмечают покров Пресвятой Богородицы. Праздничное богослужение прошло в Покровской церкви Черкесском. Престольный день собрал множество прихожан. По традиции, после окончания богослужения верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Затем состоялось торжественное построение. В этот день отмечается 326-я годовщина со дня образования Кубанского казачьего войска. Лучшие казаки Баталпашинского отдела получили очередные звания, а также почетные грамоты и благодарность от казачьего генерала-атамана Всероссийского казачьего общества Николая Далуды. Покров – это слово, которое можно перевести словом «платок», которым Божья Матерь когда-то покрывала жителей Константинополя и тем спасла их от набегов врага. Сегодня, как никогда, для всех нас, для всей нашей большой Родины, для России, нужен этот покров Божьей Матери. Сохраняющий и нас, и наших детей, и наших воинов, и наше государство в целом. Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих функционирует с 1994 года, но образование и ее становление уходят в далекие 30-е годы прошлого столетия. Коллектив библиотеки создал прекрасную атмосферу для своих читателей. На постоянной основе в библиотеке проводятся творческие вечера, мастер-классы, выставки и душевные посиделки. Подробнее Альбина Куроченова-Кенжева. Марина Михайловна Лобанова – библиограф с 40-летним стажем. Радушно встретила нас и рассказала, чем живет библиотека и что значит для читателей. В 30-е годы на заводе холодильного машиностроения «Обществом слепых» была создана первая изба читальня, где появились первые журналы, напечатанные по Брайлю. Библиотека наша республиканская, единственная в республике учреждение, специализирована. Она с универсальным фондом. Мы обслуживаем инвалидов по зрению всех возрастных групп, то есть и дети, и взрослые. Посетители библиотеки могут читать в доступных для них форматах. Фонд постоянно пополняется. Имеются книги, периодические издания, воспроизведенные рельефно-точечным шрифтом Брайля, говорящие книги на аналоговых и цифровых носителях информации. Одной из важнейших задач в деятельности библиотеки является создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. И это чувствуется уже на входе учреждения. В библиотеке ведется активная досуговая работа. Например, в одном из выставочных залов сейчас проходит месячник «Человека с белой тростью». В другом зале идет выставка работ Сергея Волобуева. Инвалид первой группы по зрению и слуху очень любит заниматься вышиванием, шитьем, плетением. Он часто гость библиотеки. Сюда приходят за общением, вдохновением, за поддержкой. Ведь коллектив библиотеки создал очень дружную, теплую атмосферу. Главное, что библиотека работает не как информационный центр, а именно еще как досуговый. У нас очень много проводится мероприятий. За лето мы работаем с детьми. За три месяца мы провели 37 мероприятий. Библиотека охватывает почти всю республику. Но не хватает собственного транспорта. Почаще выезжать в районы. У нас с библиотечными пунктами 20 районов библиотечные пункты. Мы послаем туда книги. Проблема на библиотеке заключается в том, что мы не имеем своего транспорта. И поэтому в этом вопросе нам иногда помогает общество слепых. Профессионал своего дела Марина Лобанова очень скромный человек. В ходе беседы выяснилось, что она участвовала также в помощи и разработке национального абазинского рельефно-точечного шрифта с инвалидом первой группы, писателем Эдуардом Чачевым. Презентация книги была в Москве. Работники библиотеки доносят все до читателя в лучшем виде, так как книголюбы обожают читать от корки до корки. Библиотека стала для читателей вторым домом. Здесь каждого знают, любят и ждут. У библиотеки есть свой активный веб-сайт, где анонсируются все мероприятия. Альбина Курочинова-Кенжева, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. Завтра в Черкесске на площади Ленина состоится традиционная осенняя ярмарка. Свою продукцию по ценам ниже рыночных на 10-15% представят более 100 производителей Карачаева-Черкесии, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского и Краснодарского краев. Ярмарка откроется в 8 утра и будет работать до 16 часов. В целях безопасности сегодня с 10 вечера и завтра до закрытия ярмарки по проспекту Ленина от Умара-Алиева до Кавказской будет введено полное ограничение движения автомобильного транспорта. Это все в Вести. Прямо сейчас смотрите вокальное шоу «Ну-ка все вместе». Субтитры подогнал «Симон»!